Продолжение следует... Друзья, вот если бы вдруг вы нашли пульт управления небом, что бы вы сделали? На самом деле интересно это или вы бы испугались? Ну, я думаю, многие бы испугались и понесли бы быстро какому-нибудь дяде, который работает в ФСБ или в милиции, конечно, тоже можно отнести. Ну, вот если самим поэкспериментировать, вот вдруг вам попался пульт управления небом, что бы вы сделали, друзья? А может быть нажать на кнопочку и посмотреть, как она работает, кто там сидит? Эй, вы там, наверху, кто там сидит? Да, друзья, это вообще-то очень интересно. На самом деле это действительно интересное занятие, когда вдруг вам в руки попадет такой пульт, которым вы можете поманипулировать. Они манипулируют нами. А если найти такой пульт управления, то почему бы не манипулировать ими? Ими, кто они там такие? Ведь вы понимаете, если бы люди поняли, насколько они управляемы кем-то и зачем-то, то, может быть, они и не захотели бы управляться этими кем-то, которые решили просто над нами поэкспериментировать. С какой стати? Мы кто для них, друзья? Да мы для них, наверное, мышки лабораторные. А не над нами такие короли. А в своем романе Джордж Орел писал. Роман называется «1984». Я читала этот роман еще, будучи, когда заканчивал университет, друзья. Я читала этот роман. Он тогда только-только появился в Москве и был выпущен в виде роман-газеты. И мы с мужем ожидали, когда нам, наконец, принесут следующий номер. Это было очень интересно, конечно, друзья, познавательно понять, что такое нам готовят. Там было описано все, что мы сейчас с вами имеем. И эти вышки, и управление народами, и всякие-всякие бяки, которые вставляют в организм. Все это было уже описано. Потому что это была уже программа, которую для нас с вами написали. Ну как не хочется быть управляемым. Я серьезно вам говорю. Вот смотрите. Джордж Орел писал. Эта война носит мошеннический характер, так как она должна длиться постоянно, без победы. Ее главная цель – сохранить существующий строй, уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда. Так как общий рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью. Если громадная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война и голод помогают держать людей, отупевших от нищеты в мире иллюзий. Оковы, оковы, оковы надевают в мир иллюзий. Нам сегодня рассказывают о нашей земле. Мы теперь понимаем, что земля не круглая, что нет никаких звездочек над нами. А есть какие-нибудь фонарики, летающие, просто летающие куски. Это корабли, летающие куски корабля с землей наверху и несколькими вилами. Так живут олигархи. У них своя жизнь, у них все совершенно другое. 22 эра фанта, 22 старца живут там, над нами. И вот они нами управляют, вуаля. А нам не хочется, друзья, мы с вами начинаем бунтовать, но не хочется быть прикованным к этой пещере, которая не имеет света. Это наша с вами жизнь. Пульт управления небом. Наверное, казалось вам это смешным. Когда я впервые выставила... Ох, я не помню, когда это было, друзья. 16-й год, да? То есть или 7, или 8 лет назад. Или 15-й год. Я не помню, 17-й, возможно. Надо посмотреть, я выставлю в конце ролик. Я хочу сказать о другом. Что когда я выставила его, многие смеялись. Понимаете, не надо смеяться над тем, чего не понимаешь. И если оно непонятно... Ну вы же каждый рассуждаете в меру своей образованности. И это понятно, друзья. Конечно, так и должно быть. Поэтому Орел и пишет, что если народ будет образован, он скинет эту ненужную массу вампиров, которые присосались к нам. И никак не можем мы их отбросить от себя. Да когда же это наконец совершится, что мы снимем с себя их господство? Кто они такие? Посмотрите, все неумные. Кто нами управляет? Ну где тот самый семи пядей во лбу? Покажите мне, расскажите, где тот умник, который принимает правильное решение. У них даже коллективное решение. И то вырабатывается не ими, а там теми со звездочками. Эй, вы там, наверху. Они вырабатывают такое коллективное решение для, вернее, коллективного решения свое. Но они тоже, их там 22 иерофанта, 22 старца, которые живут там, наверху. И у них есть проводник, который туда-сюда летает и приказывает одним сделать это, другим сделать это. И, конечно, этот человек наделен большими возможностями, способностями. И ему служат все. Вот этот посол мира, между теми 22 и землей, посредник такой, на корабле-самолете летает. Ему много позволено, друзья. На него много что завязано. Мне однажды удалось с ним встретиться. Я как-нибудь попозже расскажу. Здесь сегодня я не о том хочу сказать. Но я встречалась с этим человеком. Я хочу вам рассказать о другом. Что ведь помимо вот этого пульта управления небом, многие люди до этого, возможно, это осталось нам от предыдущей цивилизации, но многие люди до этого, они могли управлять так же, погодой манипулировать. Во всяком случае, дождь нужно было. Они вызывали дождь. Вы помните шаманы, для чего они существовали? Но для этого они и существовали. Чтобы нужен дождь, вызовут дождь, нужно разогнать облака, разгонят облака. Я думаю, и у вас, у многих, получалось. Ведь если заниматься собой очищением, если настраиваться на правильные вибрации, мы же, друзья, частички этой матрицы. Мы с ней на одной частоте, потому что это наша мать, матрица, она нас родила. То есть матрица, которая управляет нами, мы с ней на одной частоте. Поэтому наши мысли, я вас чему хочу научить, наши мысли, они могут управлять вибрациями матрицы и свои действия, свои мысли притворять в жизнь. Кто-то скажет, да нечего им рассказывать. Знаете, друзья, это необходимо знать, что наше с вами состояние вибраций, чувствительность наша, она совпадает с матричным, и мы можем управлять. Поэтому, друзья, в свое время были ведьмы, ведуни, колдуни. Они просто знают, как настроиться на этот ритм. И если нам говорят, что погода будет жаркая, вот нам это все лето показывали, но это ведь, понимаете, искусственно нам показывали погоду. Она искусственно была, жарко создана. Это погода. А теперь нам готовят холодную зиму. Опять-таки эксперимент над человечеством. Зачем? Да чтобы побольше их закопать или вообще отправить на радугу, зачем они нужны в таком количестве? Ведь управлять таким количеством тяжело. Поэтому всех людей стали собирать в города. Земли, деревни, селы опустили. Особенно в российской части. Россия вообще вся пустая стала. Там, где было население, его там уже давно нет. Все думают, о, уехали в города. Да нет, друзья, их просто нет. Нет, с нами на планете больше не существует. Они, может быть, там оттуда, из космического далека, большого космического разума с нами могут разговаривать. Но это ведь совершенно другое. Поэтому я хочу вам сказать, друзья, что управление погодой, оно существует давно. Оно всегда существовало. И еще в 95-м году. Где-то у меня есть рассказ о том, что наша школа, где учились мои дети. Ну, вот так получилось, что катались они в горах. Они выезжают, с места на место выезжали. То есть из долины они ехали в горы для того, чтобы кататься в горах. А туда приезжали родители. И родители вместе с детьми тоже хотели отдыхать. Ну и вуаля, что получилось, нету снега. Нету снега. Декабрь месяц уже, а снега нет. Родители сказали, что не, мы так не подписывались, мы не договаривались, мы хотим снега. Школа-то ведь должна катать детей на лыжах, обучать лыжам. В Швейцарии все катаются на лыжах. Каждый ребенок умеет кататься на лыжах. У меня сын в 4 года летал по горам. Невозможно было его остановить, потому что, ну, для маленького ребенка нет страха. И вот он летал по горам в своем красном, атласном костюме, чтобы его издалека было видно. Ничего не боялся. Только я боялась, когда смотрела на него. Что хочу я вам рассказать, друзья, что тогда, когда школу поставила перед коммуной деревню, где мы жили, поставил вопрос, или школа вся снимается и съезжает, а это, друзья, 350 человек, только школьников, а еще в два раза больше родителей, потому что родители тоже все съезжаются. негде яблоко упасть. И все дорого, цены, 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 цены дорогие. Кто же теряет такую богатую клиентуру? Нет, друзья, никто не хотел терять тогда таких людей. И поэтому, когда школа заявила, что она снимается и уезжает на следующее утро, если в течение вот трех дней не будет снега, на следующий день снег пошел. Сначала, правда, поставили эти машины-вертушки, которые вырабатывают снег. Ну, это пинац, это ничто, это неинтересно на самом деле. А вот потом уже пошел снег. И такой снег пошел, ну, явно заказной. Понимаете, я уже в 95-м году я видела этот заказной снег. То есть, если люди не знали, что погодой легко манипулируют через пульты управления, то я-то знала, что погода покупается за деньги. Надо снег? Купили. За деньги купили. И это оправдывается, потому что, извините меня, деньги, которые теряла коммуна, они гораздо больше были, чем та цена, которую нужно было заплатить за снег. И именно на это школу указала, директор школы указал на это коммуне, чтобы они купили снег. Ему все равно было. Но ему нужен был снег, чтобы школьники катались на лыжах. Купили, пошел снег, и все было прекрасно. То есть, погода тогда... 95-й год, друзья. Вы понимаете? То есть, чем раньше ты получаешь информацию, тем быстрее твой мозг включается в работу. Конечно, мой мозг включился в работу, потому что я состыковала пазлы, я все поняла, даже потому, как рассказывал это директор школы. Все было понятно. Но, друзья, в свое время были женщины, которые управляли погодой. Шаманы были, которые тоже управляли погодами. Не только вот этот пульт управления. Пульт управления это уже для каждого. Это сидит оператор, по приказу, по звонку он включает нужный рычаг. Венеру туда, повернул солнце сюда. Я, кстати, этим летом проснулась утром, где-то еще до рассвета. Солнце вот-вот где-то там встает, его еще не видно, но красный горизонт пурпурного цвета, и сверху над ним стоит месяц луна. Луна, а внизу, в этом же направлении поднимается солнце. Да где это мы с вами видели, Да когда это возможно было? А вот все поменялось. Поменяли пульты управления, друзья. Меняются светила наши на небе луна, меняется солнце, и солнце, как вы понимаете, не одно, и лун не одно, а несколько лун. Это все меняется, заменяется на другие. Так вот, в свое время все-таки были люди, которые умели управлять погодой. Не пультами управления, а просто погодой. Потому что на какое-то время цивилизация исчезла. Это был 19 век, начало 19 века. цивилизация вся исчезла вообще. Взрывы, бомбежки, уничтожения. Потому что тогда цивилизация вдруг выросла, стала сильной. Но она невыгодна. Она же невыгодна тем, кто управляет. Иначе они ничем не смогут управлять. Умные люди разве дадут какой-то кучке глупых людей, которые к тому же еще грызут свои ногти. А это указывает на большую психологическую проблему. управлять народами, управлять собой, забирать все у народа и превратить народ в рабов. Нет, друзья, не могли тогда позволить это. Поэтому их и уничтожили, ту предыдущую цивилизацию. А нам от нее рожки-доножки даже не оставили. Все уничтожили, все уничтожают. И так вот, друзья, существовали ведьмы, ведуньи, погодницы, которые делали погоду для народа. И они пользовались уважением, их боялись, их считали чародеями. В древние времена ведьма могла обречь на медленную смерть всю деревню, просто отведя от пассивов дождевые облака. Или могла быстро сравнять ее с землей, призвав ураган, который зальет все поля. Помните волшебницу Генгяму, которая наслала ураган, и тот ураган захватил домик, в котором сидела Элли и Татошка и бросила в изумрудный город. Помните сказку? Кстати, она иностранная сказка, не российская. У нас написано, что это Носов какой-то написал. Это, друзья, иностранная сказка. Волшебник страны Оз называется. А у нас вот изумрудный город, волшебник изумрудного города. Так называется плагиат, плагиат. Да ничего. Знаете, железный занавес Советского Союза все стерпит, все сгладит. На морях ходили суда, и впереди каждого судна была выставлена фигура женщины, нимфы, волшебницы. Она оберегала от моря. Не мужчину выставляли, не трезубец, а женскую фигуру. Большинство культур считает работу с погодой женским занятием, связанным с плодородием, связью с землей, в тех местах, как тундра, Чукотка, Якутия, там шамане или шаманы, мужчины в основном, они тоже занимались погодой, тоже занимались погодными явлениями, помогали своим племенам, помогали своим стойбищам разгонять тучи, разгонять дождь, чтобы накормить оленей, и чтобы самим спастись. Или рыбу призывали к берегам, это тоже было. Видите ли, друзья, магия, она бывает очень мощной, и люди, обладающие магическими возможностями, способностями, они всегда были под прицелом КГБ. И вот это КГБ, не умея сами ничего делать, они всегда хотели проехаться на хребте магов. Захребетники были такие, которые в знак благодарности состарившегося мага всегда уничтожали. Примеров тому огромное количество. Возьмите Авдеева, Валерия Авдеева, который обучал сотрудников КГБ особого специального отдела магии. Есть даже в Ютюбе где-то старые видеоролики, он высокого очень роста. Он тогда-то был крупный, высокий, но уже перед смертью они его до того обрабатывали лучами мощными, что он превратился в... Нет, не разжиревший, нет, друзья, он раздувался. Вот как Левашов, да, посмотрите на Левашова, тоже умный человек, но он работал на КГБ, он это не скрывал, и он тоже раздувался в конце жизни. Вот так уничтожают, издеваются. Итак, Валерия Авдеева тоже уничтожали, он раздувался. Да, работали над ним, постоянно частотами его уничтожали. Так что, друзья, вот я вам сейчас еще один представляю рассказ о системе управления небом. Вы, конечно, можете сказать, что это планетарий. Да, пульт управления из планетария, почему бы и нет? Но когда наше сознание не может барьер преодолеть, то кроме как пульта планетария, мы ничто не можем себе придумать в оправдании. То есть, если мы с вами перешагнем рубикон нашего сознания, вот этого блока, который нам ставят, то мы будем мыслить другими категориями, и тогда наше сознание расширится, оно просто оживет. Каждый из вас очень умный, каждый из вас имеет возможность расширить свое сознание. Каждый. Друзья, реально каждый. Собакевич, не собакевич, там грамотный ты, неграмотный, с какой ты кровью, неважно. Каждый имеет возможность. Но человеческий мозг блокируется. В момент рождения и дальше всякими разными интересными вещами, препаратами блокирует мозг ребенка, мозг человека и все. Он не развивается. О том, как преодолеть свое сознание, Рубикон и сознание. Я когда-то давала цикл лекций и очень интересный был цикл лекций. Только, понимаете, человеку неподготовленному тяжеловато с первых уроков сразу понять, что это такое было. Но это возможно. В любом случае это возможно. Это не быстрая вещь, когда ты начинаешь втягиваться и пытаться преобдолеть этот барьер. Рубикон незнание, Рубикон чмы, чтобы вырваться на поверхность, чтобы увидеть свет. Помните, как земля Санникова, как они карабкали снег, снег, снег. Они потеряли массу товарищей, снег и холод. И вот они карабкаются, карабкаются. И, наконец, вуаля! Тропики, субтропики. Вот оно солнце, вот она жара, вот они в шкурках бегают красавицы, девушки, а они в своих зимних нарядах на последнем издыхании оказались в раю. Такова наша жизнь. Вот к этому нужно стремиться, к тому, чтобы познать даже в конце жизни, пытаться открыть себе свое сознание, потому что каждое ваше движение дальше будет иметь совершенно иной смысл. Давайте работать вместе, обращайтесь, мы с вами вместе будем работать. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Все реквизиты под роликом внизу. Помогайте каналу. Да, не забудьте лайки и не забудьте, друзья, включить колокольчик об оповещении все функции, да, все разделы этого колокольчика. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и никогда не унывайте. Всегда знайте, что впереди у нас с вами свет в конце туннеля. 8 января 2018 года. Две восьмерки в одной дате. Такие вот знаки бесконечности, знаки матери мира. Две восьмерки в одной сегодняшней дате. интересная дата. Что-то она нам принесет. Хотя узнаем мы об этом чуть-чуть позже, гораздо позже. Между прочим, сегодня небо и два дня назад я встаю рано-рано утром, это еще в Альпах темно, и над горами нет луны. У нас ее просто нет, она отсутствует. Однако же ночи светлые, очень даже светлые. Но луны нет, но вот куда ни глянь, ее нет. И что я заметила? Над одной горой вот который раз появляется звезда. Вот такая вот звезда. На небе есть звезды, они маленькие, обычные звезды, но как всегда, бывает чуть поярче, чуть поближе, бывает подальше, это в зависимости от воздуха. Однако же вот эта звезда, она такая огромная, что трудно даже понять, что это такое и как на нее реагировать, на эту звезду. Через какое-то время она вдруг раз и исчезает. То ли такой вот фонарь яркий зажгли и горючее топливо закончилось и они погасили под утро фонарь. Но звезды-то еще все светятся, а этой звезды уже нет. Она не улетела, конечно, потому что по небу она не делала никаких зигзагов, она просто погасла. Вот такие шутники, затейники у нас руководители, те, которые руководят нашей землей. И вот здесь я встретила один видеоролик и этот видеоролик говорит о том, они просили дать ссылку на себя, если будем говорить об этом. присылали вот этой Надюше и присылали такой видеоролик. Насколько он серьезный и насколько он точный, трудно сказать. Конечно, пока не было никаких расследований, да и вряд ли кто-то будет расследовать такие вещи. Я скачала, конечно же, себе этот ролик для того, чтобы использовать потом с разрешения автора, который выставил это в сети YouTube. я буду время от времени понемножку пользоваться. Так вот, в этом ролике говорится о том, что в какой-то воинской закрытой части в подземельях ребята наткнулись на пульт управления. Наткнулись они на пульт управления, где написано восход солнца, закат, звезды, луна. Там все-все описано вот на этом пульте. Причем пульт такой допотопный, не кнопочный, а рычажком. Рычажок для чего? Понимаете, кнопка иногда может отказать. Может быть еще что-то. При частом надавливании на кнопку она может тоже выйти из строя. Лампочка перегорит, а уже рычажок ты видишь, поднял ты его или опустил. Интересное управление. Управление нашей погодой. Вот что сегодня творится у нас в мире. Управляют нашей погодой. Ну и вот что здесь показано на пульте управления, который якобы принадлежал ракетным войскам. У нас на Чукотке их было много, стояла целая большая часть там дальше в тундре и написано было прямо в тундре идешь идешь и такие таблички тебе стой дальше нельзя стреляем. Вот такие таблички мы дети находили по тундре. Ну конечно же страшно когда тебе пишут на табличках что в тебя будут стрелять. А мы такие непуганные дети знаете из края забытого людьми края. Вот где мы жили. И вот если мы посмотрим сегодня на пульт управления который показан нам в ютюбе якобы присланным вот этой самой Надюше то мы увидим довольно интересные вещи. Смотрите написано затмение Луны но также Леонов фамилия Леонов здесь тоже значится может он какую-то роль выполняет такую по управлению или это его пульт управления этого самого космонавта Леонова все может быть он же у нас такой хитренький хитренький вот здесь солнце под солнцем стоит рычажок включил выключил включил выключил а у нас на Чукотке есть фотография где 5 солнц а нам говорят это эффект галла а здесь 5 солнц вот знаете в каждой такой части нашего мира стоят вот такие пульты через которые можно включил выключил или здесь корона солнца тоже есть круг полюс видите как много луноход восход солнца салют флаг вот вечерняя заря идет и заход солнца как бы это вместе вот такие но они хотя бы я могу сказать конечно две кнопки один рычажок один кнопка вечерняя заря и заход солнца а я на Чукотке это все любовалась думала какие красивые у нас заходы солнца а это оказывается креатура вот таких войск космических потому что сейчас эти ракетные войска называются космическими и как раз у нас заход был там где стояла та самая воинская часть но до чего же красиво нам небо рисовали так что управление нашим с вами солнцем луной звездами между прочим я хотела бы обратить ваше внимание вот нам всем со времен ну я не знаю школьной программы говорили что мы там летим потом еще и кружимся вокруг себя и вокруг солнца летим но мы-то летим и с нами планеты летят но мы-то где-то летим солнце же не стоит оно тоже летит а если все это движется то скажите каким образом мы постоянно видим над собой одно и то же звездное небо почему оно не меняется оно должно меняться оно вообще полностью должно должно меняться мы же летим как-никак мы движемся понимаете солнце тоже движется и небо с нами тоже движется но не можем мы бесконечно видеть одну и ту же какую-то большую медведицу или одну и ту же полярную звезду скажите что это такое но не насмешка ли над нами вот прожили мы жизнь а небо не изменилось оно такое же осталось только вот скажем на Чукотке у нас оно крупные звезды а здесь вот в Альпах в центре Европы оно конечно мелкое неинтересное вот помимо той звезды которую я вижу теперь под утро но не спится мне под утро я встаю и наблюдаю и наблюдаю то самое великолепное звездное небо а на Чукотке у нас летали различные объекты в небе причем летали так а я видела я довольно часто наблюдала вот это звездное чукотское небо знаете когда после порги такое тишина зачиши вот этот ветер он дует буря 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 а потом раз и тишина и выключили рычаг дали отдохнуть мотору который кружит на нашей территории этот самый ветер и вот пока мотор отдыхает я лежу раскинув руки лежу на снегу на свежем снегу только что выпавшем и смотрю в небо а небо чукотское оно закручивает закручивает тебя в свои звезды утаскивает вдаль и ты того и гляди вылетишь из своего тела дух это же он носит только вот эту оболочку он носит скафандр из тела а дух сам конечно может летать где угодно он свободен наш дух мы его закабаляем мы его затаскиваем тиски вернемся к небу небо пожалуй сегодня более интересно для нас еще раз покажу вам пульт управления который где-то нашли в какой-то воинской части если скажем нашли бы такой пульт управления у нас в ракетных войсках на чукотке я бы тоже не удивилась знаете вот те предметы которые я наблюдала в небе они были похожи на какие-то знаки ацтеков которые нам рисуют вы же понимаете что раз небо деланное раз его выключают и включают то богов то никаких нет нам с вами дают иллюзорную жизнь мы живем в мире иллюзий матрица такая у нас жесткая которая поглощает нас и создает нам иллюзии иллюзии восприятия жизни и нам кажется что мы так и живем и нам говорят о каких-то богах но вот если кнопка выключается и включается то какие боги друзья конечно вы подумайте так вот я видела в небе летающую такую рыбью кость это есть такой знак у ацтеков он похож на рыбью кость причем эта рыбья кость летела желтого цвета она так рисуется на рисунках она тоже желтого цвета но что меня удивило тогда мне там было 9-11 лет вот в это время что кость-то летела огибая звезды она то перед звездой пройдет то за звездой то перед звездой то за звездой и так она шла и она довольно таки медленно спокойно шла без напряга это не было той НЛО которая за мгновение ока пролетает над нами мы просто в разных пространствах в разных измерениях и частотах потом именно потому вот эти самые НЛО те самые летательные аппараты которые давно известны и в 20-х в 30-х годах летали на них но нам сегодня их преподносят как дурачкам что это НЛО неизвестные аппараты так выгодно кому-то ставить народ в дурацкое положение не учить собственно говоря а зачем нам география а зачем нам знать о кораблях когда извозчики есть помните так недоросль говорил это ведь и тогда у Грибоедова было это актуально но и сейчас нам это ох как актуально зачем география когда извозчики есть разве мы поедем дальше того куда везут нас извозчики куда прикажете баринцы и в связи с тем что небо над нами искусственное в связи с тем что небо не меняет своих траекторий звезды то есть оно остается одинаковым год за годом 10 лет 20 30 50 60 а небо то все одинаковое и ничего не изменилось причем для такого любителя как я наблюдать небеса это конечно такое открытие было интересное я хочу вам сказать а тогда что такое наша астрология если звезды не движутся если они стоят постоянно кто выдумал такую науку как астрология и по этой науке еще ведь и карты натальные составляют для людей астрологические карты насколько они работают не знаю мне когда-то астрологическую карту составлял Сергей Вронский но ничего мне там не понравилось мне показалось это пустое мне показали ее карту вот показали вернее вот этот вот прогноз написанный на бумаге но ничего не было там серьезного я тогда подумал господи Сергей Вронский это светило наш светило такой вот ясновидящий Сталина и Гитлера скажем обслуживателей такой вот мудрец который обслуживал Сталина и Гитлера именно он он сначала работал у Гитлера потом он работал у Сталина потом он ушел и как правило как вы знаете Кремль отпускает своих вассалов колдунов неизвестно кого им не важно кто но важно если ты колдун Кремль отпустит тебя но стерев часть твоей памяти и никогда уже человек не будет обладать той самой энергии ясновидения которое он обладал до этого может быть на таком этапе я встретила Сергея Вронского и была разочарована просто разочарована потому что были некоторые факты указывающие на то что какая-то ненастоящесть была в нем может быть это легенды а может быть он действительно был большим человеком но в конце жизни вот то что стерли с него все знания которыми он обладал возможно возможно и такое так вот я вернусь к астрологам которые составляют натальные карты людей и составляют скажем свои астрологические прогнозы получается что и наука это тоже вся фальшивая вот такая вот ситуация у нас с астрологией а что же касается вот управления погодой то да нами управляют управляют погодой управляют однозначно вы смотрите в Швейцарии еще в 1995 году это когда это так давно было но тогда я уже знала что погоды управляют потому что был такой случай когда школа заехала наша школа с моими детьми заехала в горы в деревню богатая деревня очень богатая деревня заехала туда школа для того чтобы провести там три зимних месяца а снега нет а куда детей девать у них короткие вот время на учебу а потом они катаются полдня на лыжах и так каждый день куда и что делать детям если нет снега а тогда директор школы один раз обратился к главе города главе деревни нашего кантона второй раз обратился а снега все еще нет ведь сделать снег это тоже дорого ну и тогда наш директор школы поставил ультиматум ультиматум поставил коммуне нашей деревни и сказал если в течение трех дней следующих снега не будет школа снимается и уезжает а для деревни это потеря всех денег абсолютно потому что родители приезжают за детьми вот они вывезли детей 350 человек школьников вывезли и мы все родители потянулись за своими детьми и мы тоже здесь все отдыхаем и другие тоже подтягиваются и отдыхают причем так распределили что в принципе до конца февраля здесь отдыхают многие люди которые выкладывают денежки свои и комьюна живет коммуна живет и все хорошо здесь все богатеют и вот когда поставил директор школы такое условие главе коммуны то есть всей коммуне он поставил условие то на следующий день выпал снег и потом он падал еще всю неделю пока не улегся плотным слоем на горах вот так делается снег за деньги но видите я знала об этом еще в 95 году у меня была эта возможность чтобы знать такие вещи вам это говорят только сегодня и то многие не верят так сколько лет прошло 20 лет с 95 года вы можете да где же 20 23 года с 95 года конечно можно не верить я говорю что жизнь наша она обуславливает наши знания вот я жила в таких условиях что я знала что такое купить снег вы можете до сих пор не верить что снег покупается а у нас он запросто покупался поставили условия а то поставим на деньги так сказал директор ну и в конце концов видите снег пошел и потом весь сезон уже все было нормально снег шел вот такие ситуации у нас конечно с покупкой снега с погодой еще раз хочу обратить ваше внимание на пульт управления погодой чтобы вы посмотрели и поняли что погода управляется ну мы с вами живем знаете как вот в какой-то иллюзии сказки которую для нас создают она может быть горькая некрасивая сказка но она создана для нас искусственно это не настоящее а раз у нас с вами нет настоящих звезд настоящего солнца и настоящего неба то есть природного как говорят созданного Богом а мы имеем то что создано человеком или еще какими-то сущностями которые выше нас развитием то тогда о каких богах мы можем говорить и о какой астрологии астрономии мы можем говорить вот эти науки все они вероятнее всего надуманные искусственные и мне кажется конечно эти науки они уйдут уйдут как нечто невостребованное вы можете конечно верить в астрологические знаки вы можете верить но это другое это совершенно другая наука то как рождается человек в какой период это другая наука но ее заплели тесно в астрологию и всем кажется да вот я подхожу знак льва такой вот благородный такой вот весь из себя нет это нечто другое и никогда вы не найдете в общем-то одинаковых львов одинаковых скорпионов все люди разные и хотелось бы чтобы вы поняли что астрология если нет звезд и астрология наука фальшивая но дальше мы еще будем продолжать разговаривать пишите свои вопросы какие вот будут интересные вопросы я буду конечно отвечать на интересные вопросы есть много таких средних вопросов ни о чем но это ведь по состоянию вашего менталитета я понимаю а если будет интересно я отвечу на ваши вопросы у меня много задумок рассказать вам о многом что сегодня происходит а такие большие подмены столько лжи мы живем в эпоху лжи такая наша цивилизация воспринимайте это легко не нахлобучивайте шапку серьезности а ведь изменить толком мы сейчас ничего не можем поэтому просто живите веселее и считайте что мы живем один раз вот прожили же день и хорошо и замечательно что он прошел для нас день а завтра ведь может не наступить а завтра включит рычаг какой-нибудь и мы разрушимся то есть включит такую чистоту при которой человеческое тело разрушится о здоровье и о человеческом теле о том как можно человеческое тело восстанавливать мы поговорим в следующий раз будет у меня ролик но конечно помогайте друзья помогайте потому что это важно тяжело мне делать ролики мне нужно к кому-то всегда обращаться за помощью я Таня Крацуба Сиидбурхан 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 Сиидбурхан